Вы курируете проектирование территории проекта Ясная Слобода. Проектирование почти закончено территорией поселка. Такой вопрос. Как вам кажется архитектурное настроение в нашем поселении? Возникает такая конфигурация, связанная с группами домов, маленькие ядра, можно сказать, где 4-5 домов, и это позволяет, по-моему, не ощутить ряд центров, второстепенных центров в этом поселке, которые созрели в такой более бумагном масштабе, я бы сказал. В таком случае. И тоже некое такое социальное отношение между людьми, которые живут вокруг каждой площадки или каждого центра. Это, мне кажется, главный такой аспект организации. И потом есть этот элемент воды, который связан с пермакультурой, который от главного водоема, он там трещет сквозь всего поселка. Это тоже, наверное, такой элемент, который создает определенное настроение. Да, есть такой живой поток в середине между домами. Это всегда, как бы, с одной стороны структурирует это все, потому что, как спина, как... Но, с другой стороны, это такой элемент воды, который всегда оживляет свинку. Ну, я бы сказал, что это два качества. И потом это, ну, то, что было принято решение, как бы, оставить машины за пределами женовой зоны, как бы, там, вокруг, чтобы не было парковок внутри этих кластеров. Это тоже, как бы, конечно, с одной стороны, это некое такое пожертвование, да, что там не будет машина под домом. Но, с другой стороны, это освобождает это пространство от этих элементов, которые всегда немножко, ну, создают такое менее приятное обстоятельство. В нашем проекте «Ясная слобода» мы соединяем семейную жизнь на земле, в альдорскую педагогику, и делаем это все через сообщество людей. Не просто индивидуально каждая семья в отдельности, вот, а мы хотим построить сообщество. Есть ли у вас опыт общения с подобными проектами в Западной Европе? Ну, так, таким образом, как в этом случае, у меня лично не было пока этого случая. Там были, ну, в Швейцарии такие, ну, как, сообщества, которые хотели строить себе дома. Они там попросили делать проект, вместе с партнерами там в Швейцарии делали проект. Ну, там это было только жилье, чтобы не было школы, не было фермы, не было детского сада. Потому что это было уже рядом, ну, существовало это там школы. Они, которые просто жили недалеко от школы и планировали такой приятный домов, ну, там хаусы. Поэтому там есть такой социальный момент, но без проекта школы. Поэтому там более односторонний такой проект, нет такого сочетания. В других случаях, например, в Италии есть проект школы, тоже сообщество, которое хочет развивать школу, но нет жиля. Чтобы люди живут недалеко от этого места, где планируется школа. И поэтому для меня это, в принципе, такое... Была в Москве еще одна попытка создать такое поселение несколько лет назад, но это не остановилось на уровне концепции. Даже не было конкретного участка, мы только там исследовали, как можно было организовать это поселение. Это достаточно похоже на то, что получилось сейчас, хотя там было более компактно. Больше домов на той же площади земли, намного больше. Но это остановилось на уровне концепции. Поэтому это тут первое служение, когда есть конкретный участок. Уже люди серьезно намерены осуществить это все, и надо приступать к проектированию этих объектов. Мы такие первопроходцы в России, получается. Действительно, законные опасения у людей, состоится все или... Конечно, есть определенный риск, потому что, действительно, это впервые будет строиться в России. В непростое может быть время, хотя у нас в России обычно всегда непростое время. Так что, может быть, у вас есть какие-то пожелания, да? Потому что все-таки в Европе подобного рода проекты, они раньше появились. Да, и вы можете, как человек, который видел, как это живет и работает, и что в этом нет какой-то фантастики или чего-то там, что мы просто напридумывали просто невероятного и сказочного. Действительно, в Голландии, в Германии, особенно в Швейцарии тоже есть много таких случаев, когда люди совместно строят жилье в таком же виде. Ну, в смысле, осуществление внутренних отношений между жителями похоже на то, что вы планируете. Тоже это тема собственности земли или аренды. Это тоже все вещи, которые уже проработаны, особенно в Германии, Швейцарии, Голландии. Это, в общем, по принципу, которые вы собираетесь использовать. Единственное, для России это нечто новое и немножко отрежащееся от обычного понятия строительства собственного жилья. Потому что тут есть такой элемент сообщества, которое надо учитывать, и которое немножко ограничивает возможности для каждого делать то, что хочет. И надо все время согласовать. И это важно, потому что иначе очень быстро теряется контроль над тем, что происходит в этом сообществе. Но это надо принимать, надо научиться с этим жить, но действительно это некий такой шаг к более развитому обществу. Потому что это то общество, в котором каждый хочет только делать то, что ему хочется. И даже не интересуется, насколько это хорошо или плохо для соседей, и как это влияет на среду. Это единственное важное, то, что мне надо, то, что мне нравится. Это обязательно ведет потом либо к столкновению между людьми, к ссорам или к разделению между людьми. Русские заборы. Вообще, надо делать так, как будто никого нет вокруг, поэтому надо полностью оградить территорию, и так, чтобы не было видно, не было слишком, не было возможности вообще пересекаться. И это, действительно, это такая вещь, которую надо постепенно преодолевать. Но есть другие, там я знаю, тоже в России другие, но застройщики, в этом случае это не сообщество, но даже частные застройщики, которые тоже пришли к пониманию, что это нехорошо, так как сейчас строится. Тоже думаю, что надо делать эти поселки, там где нет заборов или где это надо уменьшить максимально. Но они тоже ищут, как бы, системы, как это делать, учитывая там местные законы. Это не так просто, потому что еще не раз вот эти принципы, эти системы. Поэтому, если вы делаете некий такой шаг в это направление, это очень хорошо. И я надеюсь, что найдутся люди, которые это поймут и хотят в этом участвовать. Потому что это был действительно хороший пример для страны, как это развиваться. Потому что это очень важно. Поэтому я сразу спросил, ну как вы собираетесь решать эти вопросы от общности? Потому что это такой ключевой вопрос для успешного развития этой комиссии. Спасибо большое за все. Спасибо большое. Надеюсь, что вы приедете к нам в поселок. И это произойдет не через 10 лет, а через 5. Скорб Cubеда. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...